Ребят, вы находитесь на канале Android and Windows полезные советы и недавно я открыл для себя такую новую фишку, как освободить оперативную память. При этом удалять со смартфона ничего не нужно, ставить какие-то дополнительные приложения тоже не нужно, просто нужно сделать определенные настройки. Я, конечно, немножко был шокирован, провел этот эксперимент. Я не буду показывать весь вам этот эксперимент, а расскажу его суть и покажу вам, как сделать так, чтобы оперативной памяти на вашем смартфоне стало свободной больше. Вы все понимаете, что, например, у меня 4 гигабайта и в целом, когда работает система, какие-то основные приложения, то свободно где-то приблизительно 2-2,5 гигабайта. Вот, как вы видите, у меня 4 гигабайта оперативной памяти. Но при этом, когда вы начинаете пользоваться смартфоном, конечно же, она быстро, так сказать, куда-то улетучивается, и вам ее не хватает, и поэтому иногда мы задумываемся над покупкой нового смартфона. Но я нашел способ уменьшить как минимум занятой оперативной памяти, когда вы ничего не делаете, на 500 мегабайт. Как? Сейчас вам все покажу. Все довольно-таки просто, ребята. И дело заключения. Эта настройка есть на каждом смартфоне, не важно от модели. Смотрите, смахиваем нашу шторку. Я вот в шторку добавил кучу всего. Видите, у меня и поиск по фото Алиэкспресс, и Эдгоарт, и защитный ключ фида, и Шизам, и обмен с окружением, и ДНС. Ну, в общем, я вот сюда добавил все, чем я пользуюсь. Но, справедливости ради, большей частью этой функции я пользуюсь, но настолько редко, что их можно включить либо через приложение, что я и делаю, потому что я забываю заходить в шторку и включать. А они, когда находятся вот здесь, они находятся в активном режиме и жрут оперативную память. То есть, вы, ребята, не поверите. Я ставил специальный там замеритель. Ну, у меня просто вот здесь вот, если нажать, у меня не показывается здесь, сколько свободной оперативной памяти. Я ставил там разные приложения, которые показывают, сколько свободной оперативной памяти в моменте, и убирал отсюда все по минимуму. Оставлял здесь 8 штук. То есть, вот 8 наименований здесь оставляете, и поверьте, минимум 300, 400, а то и 500 мегабайт оперативной памяти у вас будет свободно. То есть, приложения, которые вы сюда добавляете, и чаще всего ими не пользуетесь, или они автоматически сюда добавляются, вот AdGuard сюда добавился автоматически после установки. И вы ими тут не пользуетесь, они жрут оперативную память, потому что они постоянно работают в фоне и подгружены, чтобы вы когда хоп, шторку опустили, они сразу запустились. Что с этим делать? Все очень просто. Все элементарно просто-просто. Смотрите, нажимаем вот здесь вот на значок редактирования, и просто все ненужное с вами убираем. Вот посидите, подумайте, чем вы реально пользуетесь, вот реально чем вы пользуетесь, а не так, что вам кажется, да нет, я точно этим пользуюсь. Вот вспомните, вот, например, да, вот защита зрения, я ее включил и не отключаю. То есть, ну зачем мне как бы, абсолютно не нужно. Фонарик, я им тоже не пользуюсь. Фонариком, фонарик уберем, не беспокоить, тоже не пользуюсь. Поиск по фото, не пользуюсь. Давайте что еще уберем. Скриншот я не пользуюсь, потому что я три пальца вниз провожу, и все. Режим полета тоже, соответственно, я им не пользуюсь. Автоповорот. Автоповорот всегда включен, я тоже им не пользуюсь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот минимально надо оставлять восемь. Да, потому что дальше уже сложно что-либо убрать. Но вообще, конечно, чем больше вы уберете, давайте попробуем, позволит мне больше убрать. Да, смотрите, позволяет. Вот, гляньте, позволяет убрать мне больше. То есть, вот чем меньше будет там всех приложений в этой шторке, вот посмотрите, да, то есть, тем больше оперативной памяти у вас будет. Вот видите, три. То есть, и сейчас количество оперативной памяти, я вам говорю, на 500 гигабайт будет больше. То есть, у вас из четырех у меня сейчас свободно не два, как обычно там, а два с половиной, а то и больше. То есть, система жрет всего гигабайт с копейками. Попробуйте сделать так же. Я специально не стал вот это вот показывать, что убираем, заходим в приложение измерения оперативки, смотрим, сколько изменилось, потому что это немножко нудно, муторно и долго. Надо это все четко отслеживать, иногда перезагружать. Я просто вам показал способ, который позволяет увеличить количество свободной оперативной памяти на вашем устройстве. И опять же, повторюсь, ребят, эти приложения всегда, постоянно работают в фоне. То есть, что бы вы ни делали на смартфоне, играете в игру, они жрут оперативку. В браузере они жрут оперативку. У вас вроде бы телефон заблокирован, ничего не делает, они жрут оперативку. То есть, они всегда поджирают оперативную память. Да, вот я, смотрите, добавил 3. Если вам что-то очень сильно понадобилось, вы всегда можете изменить и добавить. Но, как я уже сказал, вот уберите все по максимуму и потом добавляйте только по необходимости самое нужное. Да, вот начинайте сюда залазить, а тут нет там поворота экрана. Пару раз залезли, не нашли, вот добавьте. Но не так, что один раз залезли за месяц, что-то не нашли и сразу добавлять. Нет, максимально, пожалуйста, почистите эту шторку. И поверьте, вы сразу почувствуете, как смартфону станет легче и проще. Особенно это будет видно на тех смартфонах, у которых очень мало оперативной памяти. Ну, например, 2 гигабайта или даже 3 гигабайта. Потому что в наше время это, конечно, уже крайне мало. И с таким количеством оперативной памяти тяжело сказать, что смартфон комфортно работает. Мне иногда даже 4 мало, и я не играю в какие-то там супер-игры на своем устройстве. Поэтому сделайте вот так вот. Напишите в комментариях, что у вас получилось. Возможно, у вас там, например, Xiaomi или другой смартфон, который показывает в моменте вот тут сколько свободно оперативной памяти, сколько вам получилось ее освободить. Нам всем будет интересно. Также хочу вам сказать, что вы можете стать спонсором нашего канала. Точнее, кнопочка под видео. Нажимайте на нее. Там будет описание всех возможных вариантов спонсорства. Нам будет очень приятно. Это поможет нам делать новые видео более качественными и записывать их на новое оборудование, на которое мы насобираем вместе с вами. Спасибо вам, ребята. Также там размещены ссылки на наш TikTok и на наш сайт, на который тоже просто куча полезной информации, которую мы просто не успеваем и иногда не можем выкладывать на YouTube, а там это нам позволяют правила TikTok и того же, так сказать, сайта. Поэтому переходите туда, вы тоже найдете там кучу для себя всего полезного. Ну, а на сегодня все. До новых встреч.